Еще раз хотелось бы всех поприветствовать, марафонцев, рад, что мы встретились, буквально у нас сегодня 9 часов утра, мы находимся в Германии, в Берлине, вот, и теперь я могу посмотреть, кто на самом деле с утра не пошел на производство на основную работу, да, находится на встрече с нами, замечательно. Я пока жду, пока все подключатся к нашему мероприятию и хотел сказать, что вот название форум, вернее, марафон созвучно вот с движением, да, то есть выигрывает, как-то Лариса говорила на вебинарах, выигрывает человек, который не быстро стартует и который именно марафонец, добивается медленно результатов. Поэтому марафон это движение, так, сейчас настроюсь тоже, потому что мне надо тут разобраться с вебинарной комнатой, вчера очень долго разбирались, хотел бы поблагодарить Лену Рябову за поддержку сегодняшнего мероприятия. Хотелось бы узнать, что вы видите на экране, есть ли движение, то, что вы меня все видите, это замечательно, есть ли у вас движение на экране, хотелось бы обратную связь. Так, что нас движет в целом? Движет нас всегда две вещи, это страх и удовольствие. Вот идея сегодняшнего вебинара и мой посыл всем, чтобы тема, которую мы сегодня озвучим, это искусство продажи, именно вам приносило удовольствие. Больше удовольствия, чем страха. Хотя и страх тоже движение вперед, на примере Жени Новиковой, когда было страшно, что нужно давать кредиты, да, то есть ее сподвинуло на действие. Вот, ну в любом случае хотелось бы, чтобы больше всего в жизни нам приносило то, что мы с вами делаем, больше удовольствия. Так, немножко как-то вот так, наверное, закроем. Итак, начнем. Доброе утро, доброе утро, есть движение, все видно замечательно. Я почему спросил про движение на экране, потому что часто мы видим, думаем, что все вокруг нас движется, на самом деле это так и есть. А движемся ли мы вместе со временем, это зависит от нас. Вот эта картинка символизирует то, что на самом деле эта картина стоит, да, это обман, обман зрения. И все люди, которые наблюдают эту картину, ведь думают, что она движется. Вот, и часто бывает так, что мы стоим на месте, а думаем, что мы двигаемся. Поэтому, начинаем наш вебинар. Добро пожаловать всем, искусство продаж и залог успеха. На самом деле, часто трактуется продажа именно с тем, что мы должны что-то кому-то продать, навязать. Я же подразумеваю под словом продажа, это именно предложение. Предложение товара или услуга, или, например, возьмите такой пример, наши хорошие продавцы, это наши дети. Да, то есть, они вам продают желание что-то получить, подарок, а у родителей обратно продажа, да, этот подарок не купить. Вот, в этом получается такой вот диалог, и в диалоге, как я всегда говорю, на базаре два дурака, да, один покупает, другой продает. И если один к другому получает, оба получают результат положительный для себя, то есть, в этом называется гешеф действия, да, то есть, прибыль, удача. Окей. Итак, начал предложение, и нужно, конечно же, представиться, фамилия моя Бертрам, зовут Виталий, мне всего лишь 48 лет, я достаточно молоден, вот, прекрасная семейная пара, мы с Надеждой, с супругой занимаемся этим, то есть, в компанию пришли как семейный контракт, поэтому вы видите наши заслуги. Ну, мы люди скромные, в целом, не любим больших пиаров, всегда пытаемся показать именно на своем примере, и действительно поделиться теми навыками, которые мы прошли за определенный наш опыт, жизненный опыт. Поэтому, всегда я люблю пословицы, поэтому, как говорится, умный учится на своих ошибках, вернее, дурак на своих, а умный на чужих ошибках. Поэтому, я с удовольствием поделюсь с вами информацией, той, которую вы, возможно, если начнете действовать, сможете применить в практике. Итак, мы являемся руководителями оригинального центра обслуживания в компании EPL, как я уже сказал, может быть, или волнуюсь, переживаю немножко, волнуюсь больше. Находимся чуть больше трех лет, и на протяжении вот этих трех лет мы являемся руководителем оригинального центра обслуживания города Берлина, Германии. Также являемся участниками закрытых клубов Diamond Freak, A-клуб, здесь даже по два значочка выставил, обычно один значок дается на семейный контракт, но так как у нас постоянный товароворот, и руководство решило нам дать два значка, теперь мы обладатели каждого своего значка, как руководители оригинального центра обслуживания. Мы входим за три года в топ-30 чеков компании EPL, чем очень и гордимся, и часто нас спрашивают, как вы добиваетесь этих успехов, я могу сказать только через труд. Вот так, являемся обладателем золотого листка по итогам 2017 года, как лучший рекрутер. Это для нас весомая награда, то есть мы действительно ввелись в компанию вот так вот, с таким большим порывом, хотя полгода для себя сначала пользовались продуктом, получали результаты, и нас подвинул в целом продукт, продукт компании, начали стали разбираться в технологии, влюбились в продукт, влюбились в компанию, ну и дальше уже стали ознакомиться, уже дальше ознакомились с маркетингом, и сегодня, прорешившировав рынок, я очень много общаюсь с людьми из других компаний. Для чего? Для того, чтобы получить для себя информацию, наверное, подтвердить, что мы в правильном направлении, мы правильно двигаемся, и действительно аналогов, ну, по крайней мере, я не встречал, и маркетинг-план, и руководство, что немаловажно для меня, руководство. Почему? Потому что бывает у руля руководители, финансисты, экономическое образование, да, вот для меня такой аспект очень важный, что у руководства компании EPL является хороший руководитель, стратег, и, мало того, еще является именно выходец с маркетинга, то есть он не как, он как президент именно знает из глубины эту работу сетевого маркетинга, он знает, что нужно партнерам, чтобы они развивались, росли, и поэтому все делает возможность, чтобы люди ощутили здесь действительно вот то, что все ощущают те, которые прошли определенный этап развития и добиваются своих результатов. Так, участники Golden People, это президент День Рождения, где мы уже три раза были удостоены звания присутствовать на Днем, День Рождения. В этом году мы праздновали День Рождения всей команды, это было оригинально, каждый на своем месте, но такое ощущение было, что вся команда присутствовала на День Рождения Сергея Сергеевича, и поздравляли его еще дополнительно с рождением сына-наследника. То есть он является руководителем компании, он же является единой, то есть у него нет партнеров по бизнесу, да, то есть все в его руках, да, поэтому эксклюзенты, договора, это один из преимуществ компании. И еще одна наша заслуга, это победители летней академии, миссии в Майами, это мероприятие, на котором мы встретились, встретились вот в такой игровой обстановке, присутствовало очень много, много лидеров в компании, и среди лидеров всегда тяжело знать, каждый лидер, он и остается лидером, он активный, и поэтому вот маленькая гордость, то что мы, наша вся семья присутствовала с надеждой супруга и наша дочь Валерия, мы стали победителями этого, этого, этой, для этого забега академии, да, Майами, миссии Майами. Успешного дня, все пишут еще, входят, честно сказать, не рассчитывал, что так много присутствующих будет утром, не знаю, как-то свет, мне кажется, чуть-чуть. Уверен просто, что в записях многие уже вчера, позавчера нам писали, будет ли запись, надеемся, что запись будет, и большая просьба для всех, кто просмотрит этот вебинар, очень интересна обратная связь, не в плане, как хорошо мы выглядим, или плохой свет, да, то есть именно оценить информацию, применить эту информацию, и для нас очень важен ваш результат. То есть, ну, в каком плане? То есть вы говорите, например, что после встречи с вами мы для себя почерпули те-те-те-те знания, или мы сделали то-то, то-то, у нас получился такой вот результат. Как мы с Надеждой всегда шутим, мы не берем деньгами, мы берем в пиви, поэтому для нас большая радость будет, если вы в общую копилку, компанию, с помощью нашей информации, с помощью нашей практики, именно принесете и себе результат, и в общую копилку компании. Что я подразумеваю под понятием подготовка специалистов, искусство продаж? В первую очередь хотелось бы сказать, что это личное самосовершенствование, то есть это личный, личностный рост, это понятие, в первую очередь, того, что неважно по какой специальности вы, неважно сколько вам лет, важно такое понятие, как обнулиться. Вот этот вещь, багаж, знания, оставить позади, то есть не компания пришла в ваш дом, а вы пришли к компании и для себя решили участвовать или принимать активное участие в просто компании развития. И поэтому важно именно, как говорится, чтобы прийти в компанию не со своим уставом. Я знаю, что многие люди приходят с этим багажом знаний, может быть, с других компаний, может быть, кто-то был руководителем в производстве, очень большое количество подчиненных, и считают, что как-то компания не так работает, что-то она не додает, то есть какие-то свои высказывания. И на эту тему я хотел бы сказать, вот мы для себя, когда приняли решение, амбиции тоже срабатывают, да, хотелось бы тоже что-то, какие-то, может быть, изменения, как мы это видим, но мы принимаем все как есть, и мы стараемся принимать решение руководства, решение президента, как должное. Следующий путь к новым клиентам. Что поднимается под путь к новым клиентам? Часто люди, которые, основные люди, которые приходят в компанию, новички, скажем, они обращают первое в свой лик внимание на тех людей, знакомых, приближенных, родственников, и предлагают ту или другую услугу, ту информацию, которую получили, и часто бывает так, что люди нас не слышат. Почему? Потому что они вас принимают такими, какими они вас знают. Вот, у меня к вам рекомендация такая, к знакомым я бы выходил бы не с предложением зарегистрироваться и сразу стать партнером компании, а именно рассказать философию компании, рассказать о продукте компании, можно сказать, затронуть технику экологии, может быть, и вот это вот качество продукта, может быть, в двух словах. И первая задача именно взять у ваших знакомых рекомендации. То есть тем людям незнакомым, которые вы могли бы прийти и полностью провести уже консультацию по товару, по маркетингу и так далее. То есть и путь, путь или же ваш капитал – это ваши контакты. Поэтому часто везде в литературе говорится о том, что начинать нужно работу в маркетинге именно со списка, золотой список, по-разному его называют. Многие его делают, многие не делают, но на самом деле, говорю, вот искусство продажи в первую очередь заключается в первого шага. То есть выйти на… выйти из зоны комфорта и выйти к другим людям, которые вас до этого не знали. Появление потребности. Выявление потребности – это очень важный аспект, потому что мы часто думаем так, что, получив определенную информацию, мы должны ее просто вывалить на другого собеседника и начинаем так вот разговаривать немножко свысока. Ты вот неправильно себя ведешь, ты неправильно питаешься. На самом деле очень важно понимать в диалоге и заключительно именно, естественно, в предложении или в продаже предложения или товара. Нужно узнать или выявить потребность. Потребность с тем человеком, с кем вы общаетесь. Может быть, даже ему неинтересен продукт, может, ему только интересен заработок, или же, может быть, он любит или хотел бы путешествовать. То есть, пожалуйста. То есть, нужно выявить его желание, что вы могли бы предложить вместе с компанией для его реализации, его, может быть, мечты, целей. Я немножко вот себя вижу как-то затемненно, я не знаю, как вам картинка. Потому что свет, мы тут пытались сделать оборудование, еще дополнительно лампы включить. И тут солнышко поднялось, и стало немножко бить вот в глаза. Всем привет. Дайте обратную связь, пожалуйста. Я просто не знаю, насколько хорошо видно. Видно ли вообще в целом. То есть, выявить потребность. Следующий, четвертый пункт – это философия компании и презентация предложений. Очень важно именно понимать философию самой компании. Не придумать философию свою, а именно действовать по философии компании. Компания, что в данном случае нам говорит? Говорит, возьми продукт, получи свой результат и рекомендуй дальше. То есть, что называется подрекомендуй? Это, конечно же, продажа. Той технологии, того конечного результата от продукта, питания, в первую очередь. Если бы компания говорила бы «вылечи себя и лечи других», то был бы лозунг, наверное, такой. Или же «получи образование и учи других». То есть, мы бы тогда все друг друга просто бы учили. Но мы должны понимать, что философия компании – это нести добро через то, что люди получают результаты. Не обязательно люди, получившие заболевания. Это могут быть молодежь, которая занимается спортом. Мы за здоровый образ жизни. За молодую старость. Поэтому очень важно знать саму философию и с этой философией двигаться. То есть, как мы всегда говорим, очень важно, чтобы собеседник после вашей встречи немножко стал добрее, лучше. Поэтому вот цель компании, вот цель технологии, вот цель объединить всех людей, которые хотят по-другому жить, по-другому мыслить, быть счастливыми, здоровыми, богатыми, самодостаточно, развиваться, развиваться для того, чтобы осуществить именно в первую очередь свои цели и желания. Обработка возражений. Этот пункт такой очень важный. В каком плане? Часто обработка возражений считается, что нужно ответить на возражения и получается вот такой, знаете, нападок друг на друга. И каждый думает, что если он ответит на вопрос, и тогда человек скажет, вау, и станет партнером компании. Нет, то есть мы вызываем своего рода вот такой спор, да, и включаемся в этот спор. То есть, что значит обработка возражений? Это именно дать, не показать свою значимость, что вы знаете больше и лучше собеседника, а именно обработать те вопросы, которые он вам задает, и уже задать ему эти вопросы, чтобы он изменил жизнь, если изменить этот вопрос, да, в позитивном плане. И, естественно, любая продажа заканчивается именно завершением сделки. Очень важно, часто люди говорят обо всем, о технологии, о перспективе, поговорили, поговорили, все на крыльях, размазали собеседника своими знаниями, и в конце забыли даже спросить, с какого момента хотел бы стать партнером, или с какого момента он бы уже сегодня, или сегодня, или завтрашнего дня, он бы хотел бы принимать продукт. Да, то есть забывает сделать сделку. Очень важно именно подвести человека и задать вопросы, заключить с ним сделку. Это не важно подписать собеседника, это важно, даже если он сказал, мне надо еще подумать, то есть оставить за собой второй шанс встретиться с ним и пригласить его на мероприятие. Или же сказать, я с удовольствием запишу ваш вопрос, я перейду потом еще поподробнее, и дать возможность встретиться еще раз с собеседником. И самое важное, самое важное, о чем многие забывают, это именно взять рекомендации. Даже если партнер, потенциальный партнер или собеседник не стал вашим партнером, не стал потребителем компании, важно взять у него рекомендации, и задать ему вопрос, как вы считаете, может быть, на эту тему здоровье нужно с людьми разговаривать, может быть, у вас есть кто-нибудь, кто ищет возможность дополнительного зародка, или вот таким образом обязательно взять рекомендации. Развитие личности, ну это аспект такой, именно очень важный, это понимать, и важно, очень важно, важно для себя понять отношение, отношение к тому, что вы хотите делать. Отношение к тому, где вы находитесь, отношение к тем, с кем вы общаетесь, то есть, именно отношение к этому делу, как к основному делу, да, это очень важно, потому что к компании приходят, возможно, люди, которые со своими интересами, да, с другой компанией, думают, что они вот сейчас, предложив ноу-хау, технологию, какое-то оборудование, не знаю, браслет, и таким образом, трактуя тем, что это может тебе дать, возможность больше подписать людей, то есть, нужно понимать, что компания, если необходимость такая была бы, компания миллионер, и легко бы могла бы, приобрести любые дополнительные инструменты, продукты, которые востребованы на рынок, да, и предложить, предложить рынку, поэтому, вот, не нужно придумывать велосипед, нужно просто действовать по, по тем шагам, которые прописаны компанией, следующая ментальная, ментальная подготовка, очень важно, то есть, понимать, для чего вы это делаете, то есть, это своего рода направление, цель, то есть, что вы хотите в жизни добиться, то есть, вопрос такой, для чего вообще в целом, жизнь существует, и что я делаю в этой жизни, да, то есть, именно вот это вот стремление, что-то сделать на благо, на благо семьи, на благо человечества, на благо, да, но многие подразумевают под это, и хотят всех вот вылечить, да, вот, нет, то есть, часто, часто бывает так, что люди и не хотят быть здоровыми, то есть, им просто выгодно болеть, да, мы хотим помочь, поэтому, помогите, в первую очередь, себе, опять, что-то, куда-то свет, куда-то, ну, видите, как энергетика, моя, может быть, не такая импульсивная, но срабатывает на все частоты волны, 10 ключей к успеху, это вот те ключи, которые постепенно, потихоньку открывают те двери к успеху, да, я к ним вернусь, и, и, что немаловажно, именно нужно понимать, что личный вот прогресс, развитие вас, как личности, он идет постепенно, то есть это как дети когда-то пошли в садик, дети потом идут в школу, то есть вы должны понимать, что если ребенка, скажем, шестилетнего, да, сразу привезти в 10 класс, да, то есть, если он не вундеркинд, да, как говорят по-немецки, то есть ему очень будет тяжело понять в целом и все осознать, куда он попал, да, поэтому все поэтапно, конечно часто это можно развивать в себе, немножко быстрее, не ждать 10-20 лет, да, а делать это за год, два, три, поэтому я рекомендую тем новичкам, которые придут в компанию, то есть первые два, может быть три года, как в морфлоте призвать себя в армию. Следующее, как я уже сказал, назову 10 ключей успеха, это стремиться быть лучшим в своей области, то есть вы должны для себя, почему затрагивается тема детства, может быть юности, школьные годы, то есть в какой области вы были сильные, были вы сильны спортсменом, вот такие вот, с таким стержнем, да, или вы сильны были в математике, или вы сильны в образовании, то есть очень легко усваиваете, и можете доносить информацию, то есть для себя найти именно сильную сторону, сильные качества свои в первую очередь. Первое, решить, что именно, как я уже сказал, что именно вы хотите от жизни, да, к чему вы стремитесь, то есть это такого рода, знаете, как вот навигация, да, куда вы хотите дойти, да, ваша цель, в первую очередь. Очень важно, конечно же, не сдаваться, не сдаваться в каком плане, многие люди, может быть, приходят и приходят, видят, что все классно, продукт классный, маркетинг классный, общение классное, вот что-то не получается, и в конечном итоге сдаются, говорят, это, наверное, не мое. Вот поверьте, вот когда говорят, что я не продавец, или это не мое, это, это просто отговорка, которая дает возможность вам просто остановить, и может быть буквально один-два шага, на пути к вашему успеху. Очень важно обучаться всей своей жизни. Что имеется в виду, потом, вот смотрите, у нас в детстве закладывается, закладывается такое понятие, вот быстрее бы закончить школу. Вот, я не знаю, как у кого-то, у меня было быстро такое желание, быстро-быстро закончить школу, вот, хотелось бы самостоятельности, да, а понимаю сегодня уже со временем, что вся наша жизнь – это учеба. И вот кто не осознает того, что нужно учиться, нужно развиваться, нужно постоянно получать информацию, анализировать ее и применять. Это очень важно. Использовать свое время с умом. Это очень важно, не только работать, да, трудиться, читать много, а имеется в виду, то есть, поставить себе приоритеты. Есть такая пословица, вот так много работы, что даже некогда заработать денег, да, то есть, лучше, лучше один раз, может быть, сесть, подумать о своем доходе, чем всю жизнь работать на доход, поэтому вот, имеется в виду, свое время пользоваться с умом. Следует общаться именно с людьми, которые добились результатов. То есть, много литературы, я знаю, много партнеров, на улице люди уже читали, книжки по философии, книжки Бода Шефера, да, по-моему, Бода Шефер, нужно дружить с орлами, да, а когда предлагается какое-то быстро, халявное мероприятие, да, и вдруг раз, и окунаемся, и идем, подпастись с индюками, поэтому вот всегда оставайтесь орлами, да, не дайте спить себя со своего пути. Немножко попью. Я себе приготовил водички, приготовил еще наш замечательный кофе. Сохранять свою естественность, то есть, нужно всегда быть честным. Вы знаете, вот, многие люди говорят о порядочности, да, когда касается своих, каких-то личных выгод, да, забывают про порядочность и только хотят заполучить свои личные интересы. Вот в этом случае я всегда говорю, оставайтесь честными. У меня есть любимая пословица, всегда говорю, что люди не дураки, они рано или поздно понимают и знают, кто есть кто. Поэтому не нужно надевать маску, да, а нужно быть самим собой. Использовать враждебные способности, эту тему я уже говорил, то есть, найти вот вашу сильную сторону, да, и относиться к каждому клиенту, партнеру, как к миллионному клиенту. Именно миллионеру, может быть, любой контакт, любой клиент может вас привести через рекомендацию именно к миллиону. Вот нужно относиться к нему, что не бегать, не бегать, подтирать, как говорится, одно место клиентам, да, и партнерам, а именно понимать, что, то есть, принимайте людей такими, какие они есть. Да, и может быть, один человек, который вас выведет, конечно, к доходу, к миллиону, это может быть, даже достаточно одного человека. Будьте всегда на шаг впереди, чем основная масса. Что имеется в виду, это значит, опять есть пословица, да, если вы будете делать то, что все делают, вы будете иметь то, что все имеют. То есть, немножко нужно быть другим. Нужно при, креатив какой-то себе, да, свою харизму, что-то нужно, но нужно найти то, что вас отмечает не как все, да, вот не стремиться подражать кому-то, быть самим собой. Настрой. При любой встрече, я сейчас подхожу уже к теме продажи, очень важный настрой, да, при любой встрече, будь это онлайн, будь это оффлайн, вам нужен позитивный настрой. Позитивный настрой, почему? Потому что, ну, если, как говорится, если ваши глаза не горят, да, то вы не сможете передать те эмоции, ту радость в продукте, в знаниях, да, человек, который находится напротив вас. Поэтому важно именно настрой, да, нам на встрече, буквально скоро состоится встреча, если нам дают, дадут возможность слова, да, поделюсь одной возможностью, как поднять себе энергию перед встречей, да. Следующий, очень важный аспект, это именно одежда. Одежда, вы должны понимать, что, так, опять как-то свет у нас куда-то там исчезает, лампы. Очень важно, это одежда, одежда, почему? Потому что 90% вашего тела именно покрытая одежда, и люди, в первую очередь, как говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому, конечно, это не значит, что вы должны надеть костюм, да, который вам большой в рукаве, да, и выглядеть нелепо. Это, конечно, даже вот, выходя на, онлайн, вебинар, то есть, ни в коем случае не сидеть в халатике, да, то есть, представлять масштабы развития компании, да, сами на, сами находитесь вот в таком вульгарном состоянии, в халатике, да, и рассказывайте, как правильно, как нужно действовать. Поэтому, именно, должно быть солидно, простой, может быть, не обязательно, костюм с гучи, да, простой, опрятность, и при встрече обязательно для мужчин, говорю это с большой ответственностью, обратить внимание на вашу обувь, потому что часто при встрече девушки, женщины обращают на мужчину внимание именно с ног, с вашей обувью. Особенно, если вы заходите кому-то в дом, то обязательно посмотрите, чтобы вы куда-то до того не наступили, да, очень важно. Дружелюбие. Ну, это понятно, что здесь улыбка играет большую роль, здесь может быть маленький какой-то анекдот, что-то смешное сказали, да, поулыбались, поприветствовали друг друга, и вот разрядили обстановку, пошутили, и вот дружелюбие переходит уже в такое доверительное отношение. То есть, именно на клиента, на собеседника нужно оказать положительное такое влияние, да. Следующий язык жестов. Вот мы часто говорим, и не замечаем подсознание, мы делаем какие-то движения, движения руками, да, вот я наблюдаю за спикерами, да, иной раз вот видно, что они прошли такие тренинги, подготовку, и начинают же кистиллировать руками, то есть, не в попад к тому, что разговаривают, потому что думают, что они сейчас вот такие попрыгунчики, у них все так получается, классно, они могут там зажечь публику. То есть, этого делать не нужно, но если это от сердца, души, да, если это движение, то есть, открыть руки, рассказать, какое вы для себя приняли решение, обязательно, может быть, предложить руку, да, такой заключить договор, может, очень такой замечательный момент, именно не забывать, что жесты, или же, вот часто люди проводят что-то, сказали, какую-то вещь, да, и вот так головой так махнули, да, то есть, ну, значит, вот такая любовь у человека, да, вот как я красиво сказал, посмотрите, какая я красавица, вот, поэтому вот жесты, они выдают часто человека, и обращая на жесты, также собеседник, очень может сразу увидеть, с какими намерениями вы пришли к нему, доброжелательны ли вы, говорите вы те вещи, которые его интересуют в первую очередь, да, и это очень важно, да, обратить внимание на движение. Презентация материалов очень важна, материалы должны быть в хорошем обличии, не обязательно для продажи каких-то много журналов, да, вот я вот, например, работаю вот с такой папкой, которую сам для себя сделал, мне очень удобно работать ей, потому что для меня важна презентация компании ПВК, ПВК, да, те я могу показать абсолютно все предложения компании, и еще лучше могу вырвать вот такой вот листок, да, и здесь вот на эту тему отдельно остановиться, пообщаться. Для продажи, для любой собеседования, это именно наше ПВК, не нужно ничего придумывать себе, нужно, что вам нужно, ручка, нужно материал, это может быть брошюрка достаточно, не обязательно чистый лист бумаги, чтобы на практике уже показали возможность, перспективу в том, что если человек примет решение, в вашу пользу. Замечательно, вот такой вот же каталог приобрели, очень мне нравится, он удобный для женщин, может быть, да, все ПВК, единственное, что это мое мнение, единственное, что я не пользуюсь вот этими таблицами, не что касается маркетинга, или же разных диаграмм, да, био-часы применения продукта, или вот как чакры работают, то есть вот эти все темы я упускаю, почему, объясняя, есть на это причина, чем больше вы начнете рассказывать, тем больше возникает вопросов, да, и вы сами не замечаете того, что вы уходите при презентации компания, или продукты, или маркетинг, вам вы уходите далеко в дебри, и чем больше вопросов возникает у собеседника, тем больше, тем больше подвигает его к непринятию решения, да, а именно ответить вам не нужно еще подумать, потому что полностью заваливается информация, поэтому нужно вам для начала любой продажи нужно определиться, какую информацию, что вы ожидаете от собеседника, вы знаете, вот бывает так, что люди рассказали замечательно про продукт, да, человек говорит, да, где мне нужно расписаться, где нужно взять, я уже хочу продукты, хочу, а мы ему говорим, стой, стой, подожди, я еще не все рассказал, да, давай я теперь сейчас расскажу маркетинг план, и таким образом вы теряете собеседника, потому что маркетинг план его, к сожалению, вообще-то в целом не интересовал. Сообщения какие-то приходят, ну, не смею, следующая позиция, очень важно при собеседовании выбрать позицию, я сейчас говорю про оффлайн, не онлайн, потому что онлайн вы можете презентацию провести, да, вы всегда находитесь по ту сторону берега, да, как говорится, а вот в частности собеседование, будь то в кафе, кстати, я бы в кафе, там где сильно шумно, музыка, я бы не делал встреч, лучше выбирал бы те места, это может быть отели, там где фойе, там где можно заказать чашечку кофе, и нормально, спокойно пообщаться, да, потому что вы должны собеседника увидеть, что он заинтересован вашей информацией, очень важно сидеть напротив входа, это может быть дома, почему, потому что вы должны видеть обзор, потому что часто так бывает, если вы сидите и за спиной у вас ход, кто-то заходит, кто-то что-то делает, и ваш собеседник постоянно отвлекается, поэтому позиция, которую вы выбираете, поэтому на встречу вы всегда должны приходить, или немножко пораньше, а если это в частном порядке дома, у клиента, то обязательно попросить его, где вам можно сесть, обязательно попросить, то есть ни в коем случае не занимать место без разрешения, вот очень важно, даже если в этом кресле сидела кошка, да, и это любимая кошка, вы согнали ее, сели, то есть все, ваша встреча уже на провале, попросить разрешение, и если вы чувствуете, что немножко как-то неудобно вам, не на том месте, попросить, можно ли я сяду сюда, чтобы нам легче было с вами, лучше общаться, да, поэтому я предлагаю при частной беседе всегда собеседника сажать с левой стороны от себя, то есть немножко вспомните, да, почему мама держит, прижимает ребенка к груди именно с левой стороны, одна из причин, и вторая причина, очень хорошо, когда вы будете что-то на бумаге конспектировать, или писать, объяснять, то есть графики чертить, может быть объяснение какие-то, и вам всегда нужно так, чтобы с правой стороны вы могли, если вы правша, если левша, то с другой стороны, то есть именно так, чтобы зрительно собеседник видел о том, что вы ему рассказываете и пишете. Следующее, вступление в разговор, очень важно, именно как я уже можно повторяюсь, немножко вы, вы, произвести доверие, да, то есть, то есть показать важность собеседника, не важность то, что вы сейчас хотите ему рассказать, а важно, что его интересует, выявить его потребности, и через, через по его потребности, через доверие, уже прийти к непосредственно предложению, предложению того продукта, или услуги, или что вы хотите, да, и поэтому очень важно понимать, что у нас, вы наверняка заметили, у нас у всех есть два уха, да, и один рот, да, поэтому это говорит о том, что мы должны больше уметь слушать. Задав вопрос, нужно послушать, получить обратную связь, ответить, и очень важно, очень важно собеседника не показать свою значимость, что вы знаете, вот как вы ответили, и вызывать его на вот такой вот спор, важно именно услышать, что он вам скажет, вот часто люди не слышат, они слышат только себя, и поэтому в конце потом говорят, ну вот идет какой-то, я ему все рассказал, все красиво рассказал, он ничего не понял, да, просто вы не слушали, что его заинтересовало. Смотреть прямо на клиента, очень важно, именно на немецком есть понятие, такой ауган-контакт, то есть именно зритель, потому что глаза, они выдают собеседника, с вами он или не с вами, или он где-то замечтался, ушел из своих мечтах, говорит, да, рассказывай, а он там думает, скорее бы он от меня ушел, или надоел, да, вот видно, когда видите глаза, очень легче, легче с человеком общаться. Очень важно при задаче, когда вы задаете вопрос, может быть, немножко кивнуть головой, да, если вы хотите получить ответ, да, поэтому вопросы, которые вы задаете, должны быть всегда открытыми, не в плане, не в плане, хотите вы наш продукт, нет, да, сразу, когда хотели бы начать использовать наш продукт, то есть открытый вопрос, который позволяет человеку не сказать, да, нет, а задуматься и сказать, ну, наверное, мне лучше вот было бы, и, и дожидайтесь ответа, да, да, то есть не торопите события, пусть он ответит на ваш вопрос, а потом через вопрос задайте другой вопрос, да, или что из продуктов вам больше всего понравилось, какой для себя вы продукт выбрали, и в собеседовании с таким диалогом люди скажут именно, что им может хотелось, или их знакомому, тогда вы можете опять взять рекомендации, поэтому сделав именно паузу, прежде тем, прежде тем, что вы ответите, да, если вы задаете вопрос, лучше уточнить, и здесь очень важно понимать, что вам не нужно все знать, да, нужно понимать, что человек не может абсолютно все знать, вот, многие люди, партнеры ошибочно думают, что чем больше они узнают, да, чем больше они посетят занятия, онлайн семинаров, теперь они все узнали, теперь только не пойдут людям, потому что до того, как они не выучат все, они просто не пойдут, то есть всегда найдется вопрос, и на практике, если вы начнете, чем больше начнете встречаться, тем больше вы начнете понимать, что все вопросы одинаково, и часто, когда к нам приходят наши партнеры, задают какой-то вопрос, и прекрасно понимают, что это не вопрос от клиентов, а это в первую очередь всего личный вопрос, который они сами задают, да, поэтому, если бы они ходили бы на встречи, на презентации, то этот вопрос они бы сами легко для себя ответили, поэтому очень важно именно уточнить, или и маленький такой тип к вам, если даже вы не знаете ответ на вопрос, ничего страшного, не переживаете, говорите, вы прекрасный собеседник, я рад, что мы с вами познакомились, вы знаете, на протяжении всего времени, вы первый, кто задал мне такой вопрос, я с вашего позволения запишу его к себе, да, и записываю, прямо действительно запишите, и при нашей следующей встрече я с удовольствием отвечу на него, хорошо, или же у вас есть возможность познакомить этого человека с вашим вышестоящим спонсором, да, то есть оставляйте себе шанс вторичной встречи с собеседником, нужно понимать, что наш продукт это не лекарство, это технология, и это энергия, а энергия нужна абсолютно всем, как мы говорим, от грудничка до старичка, и поэтому вы должны понимать, что если вы начинаете кого-то лечить продуктом, то вы сужаете своих клиентов, партнеров, до узкого круга, то есть к вам люди будут приходить только с проблемами, с проблемами заболевания, и вы будете вот копаться в заболеваниях, то есть нужно понимать, вы не врач, да, и брать на себя ответственность, говорить о том, что это тебе поможет, это тебе вылечит, это уже изначально неправильно, то, что продукт помогает, это бесспорно, но люди должны осознанно прийти к тому, чтобы изменить что-то в своей жизни, да, и через желание что-то поменять, они получают действительно результаты, хотя продукт действительно работает сам по себе, и это мы прекрасно знаем, на эту тему я даже думаю, не стоит останавливаться, те новички, которые придут, может быть заинтересуются, то есть есть специальные дни, где компания рассказывает о продукте отдельно, разбирает по мелочам, важно очень, как я уже сказал, прийти к завершении сделки, и что значит сделка, сделка это означает, нужно показать, те знания, то, что есть на самом деле в данный момент, и какое преимущество вы предлагаете, то есть нужно показать прибыль, выгоду собеседнику, понимаете, если собеседник не увидит в вашем разговоре для себя выгоду и прибыль, что-то получить, получить может быть, да, с возможностью отработать, да, или окупить свои затраты, да, то есть когда вы покажете это преимущество, то есть уже собеседник не может сказать, что ему это в целом было неинтересно, поэтому если он не соглашается с вами, значит вы должны всегда понимать, я люблю говорить об этом, что на руке у нас есть пять пальцев, и когда мы одним пальцем указательный показан на кого-то, один нужно поднять наверх, да, к небу, и понять, что ошибка заключается в первую очередь в самом, лично в тебе, да, то есть таким образом, если вы на кого-то показываете, наверх подняли, посмотрели, что оказывается три пальца показывает на вас, вот, то есть ищите, ищите неудачу в первую очередь у себя, да, и не концентрируйтесь на одного человека, вот часто люди говорят, вот пока я его не подпишу, вот я с него не слезу, да, дали информацию, показали преимущество, дали себе шанс на вторую, вторую встречу, отойдите, идите к другому, успешный бизнес, это тот, который вы работаете по концепту, в первую очередь, это естественно контакт, контакт очень важный, после того, как вы сделали этот контакт, вы можете пригласить на ПВК, что можно проводить онлайн, или пригласить на территорию, да, или организовать ПВК у себя дома, обязательно это информационное ПВК, мероприятие, и после ПВК обязательно, многие не дорабатывают, да, нужно понимать, что у человека, у вас есть после ПВК, обязательно 72 часа, где вы можете, обязательно вам нужно встретиться в течение двух-трех суток с человеком, и спросить у него, какие у него остались открытые вопросы, что его, поинтересоваться, что ему понравилось, да, какая тема его заинтересовала, то есть, другими словами, его проконсультировать, ответить на его вопросы, и следующее, из каждого клиента, потребителя, вы можете также пригласить в следующий этап, в следующий шаг, именно на бизнес-митинг, пригласить на бизнес, почему, потому что он уже попробовал продукт, он уже получил свои результаты, и тогда легче вам уже пригласить и показать, как с этим продуктом, как с этой идеей, можно не только получать, здоровый образ жизни, да, улыбку, радость, как можно еще дополнительно зарабатывать, как можно окупить свою, свою инвестицию, свой продукт, как можно, может быть, бесплатно его получать, да, и через презентацию ВБС, именно, показать ему возможность сотрудничать с вами, как партнер, и опять, если в этом случае, все-таки, не стал он вашим партнером, да, не забывайте опять взять контакт, контакт другим людям и сказать, ну, кого может быть ты знаешь из-за твоего окружения, которого бы, которого бы заинтересовала эта тема, дополнительный заработок, дополнительный доход, и вот этот вот концепт бизнеса, это как колесо, колесо успеха, она всегда находится, то есть, ось, да, ось середины, это рекомендации, это именно рекомендации, что часто люди просто забывают, поговорили замечательно, рассказали себе, классно, мне понравилось, и ушли, и забыли взять просто рекомендацию, поэтому не забывайте брать всегда рекомендации, это ваша работа. Компания, почему я взял такое удачное вложение, это именно, именно показать, что удачное вложение, это вложение в самого себя, много компаний предлагают разные инвестиции, вот знаете, вот как, я всегда говорю, как вот, Буратино, да, и Поле чудес, вот ищут твои денежки, и говорят, нет, нет, вот только денежки вложи, через какое-то время у тебя прибыль, ты стал миллионером, знаете, вот если богатые люди знают, где они точно получат доход, они никогда не рассказывают, они никогда не поделятся, да, а если вас приглашают куда-то синвестировать, выложить вложить просто деньги и привести еще за собой кого-то, то есть имейте ввиду, что это всегда чревато последствием, поэтому я благодарен, что судьбу нашу связали мы с компанией EPL, которую предлагают на рынке товар, продукт, востребованный, и на примере нашего оригинального центра обслуживания, я знаю, что буквально за предыдущий год товар обороты у нас составил полтора миллиона, представляете, какие товар обороты, только с одного представительства, а таких у нас в Германии уже четыре, компания делает товар обороты, делает предложения, и товар является спросом, поэтому удачное вложение, это прежде всего самого себя, я вам желаю успеха, может быть немножко было скучно, потому что это не мотивационный тренинг, это больше информационный, это практика, с которой я с вами поделился сегодня, надеюсь, что мой опыт, какие-то подсказки, может быть, рекомендую этот вебинар просмотреть, может быть, несколько раз, приглашаю вас на мероприятия, который проводит компания, на мероприятие, следующее мероприятие, это следующее мероприятие в Германии, которое проводится, это форум, приглашаю всех на форум, приглашаю в Турцию на трехдневное обучение, рад буду встрече с каждым, рад ответить на все вопросы, и жду от вас обратной связи, что вам, для нас это очень важно, что в сегодняшней беседе, что в сегодняшней подаче информации, для вас было полезно, какие результаты вы добились в ближайшее время, жду буквально трое суток ответа, и если мне дадут такую возможность, с вами встретиться с удовольствием, целенаправленно, уже зная ваши запросы, поделиться моим видением, поделиться моей информацией, моей практикой, поэтому всем желаю успеха, не забывайте про свои цели и желания, не сдавайтесь, и дерзайте, берите все, что в жизни есть, добивайтесь успеха, вы молодцы, вы уже в правильной компании, я вам желаю всего доброго, пока-пока, всего доброго, с вами был премьер-директор Виталий Надежда Бертрам, всего доброго вам, до свидания.